У нас же дети не умеют общаться, образно говорить, мыслить, а это важно. Тем более, я учился с девчонками, они все преподаватели, они все ушли, единицы остались на поприще преподавания в каких-то учебных и так далее. Все ушли в дизайнер. А сейчас, наверное, в дипломах нет такого, да, с правом преподавания рисования художников? Или все-таки делается? Если у тебя специальность преподаватель живописи и графики. А где они, эти преподаватели, если в школах нет такого предмета рисования? Есть изобразительное, как там называется, прикладное, есть прикладное, понимаете? Есть, да, что-то? Да. Но оно просто, понимаешь, пообщаться, поговорить. То есть дети делают там коллажики, делают аппликации и прочее, прочее. Ну, то есть в этих школах эстетическое воспитание. То есть воспитание, эстетическое воспитание все-таки больше бытовое, да, такое? Естественно. Практическое такое. Этики, как одеваться, как ложку держать, это что это такое? Это к чему мы идем? То есть уменьшается процент вот этой духовности, да, я так понимаю? Процент такой. Нет, даже в разговоре нет направленности в плане развития. То есть и что-то еще хотят от детей, требуют, понимаешь? Потому что ведь это же развитие. И у ребенка в определенный этап возрастного, так сказать, складываются какие-то... Если литература, представь себе, мы не... Вот сейчас сочинение там или еще что-то, вот вдруг надо писать сочинение. Дети не могут сочинять. А это рисование? Что оно может этому способствовать? Естественно, потому что, представь себе, вот ребенок родился, вот карандаш, мелок и так далее, и вот ему бумагу клади. Вот в три года показывают в Японии ребенок, ему обойный кусок расстилают, он берет кисель. Да, да. И тростник у него, шедевр, в три года. Бамбук, который я рисую, слава. Ты бамбук рисуешь? Три года. С теми, кто не умеет рисовать. Рисуешь бамбук. Представь себе, я вот, вот был, у нас же приезжала тут японская художника, мастер, класс тут делала, все эти вот эти, которые... Так вот, что она говорит, когда она изобразила, что тут... Да.